Друзья, всем привет! Сегодня у нас очередной рецепт для конкурса битва шефов и блюда для новогоднего стола. Мы с вами будем готовить лангустина и сделаем это в духовке. Лангустины по вкусу напоминают что-то среднее между креветками и крабами. Их мясо очень нежное и невероятно вкусное. Сначала лангустины нужно разрезать вдоль спинки и удалить из них кишечную вену. Затем промыть под краном и обсушить бумажным полотенцем. Мы это не снимали, думаю здесь и так все понятно. Затем готовим маринад. В небольшую мисочку наливаем оливковое масло, добавляем туда немного морской соли, тонко нарезаем чеснок и тоже добавляем в наш маринад. Туда же добавляем лимонный сок. Я взяла целый лимон, разрезала его пополам и выжила сок из лимона. Можно воспользоваться сок-выжималкой или взять уже готовый покупной лимонный сок или сделать как я. Так вам больше нравится. Для этого рецепта нам понадобится вот такая форма для запекания, силиконовая кисточка и бумага для выпечки с антипригарным покрытием. Вообще эти три предмета мне кажется всегда нужны на кухне. Они часто используются для приготовления абсолютно разных блюд. Например, вот эта форма для запекания сделана из хорошего закаленного стекла. Я ей пользуюсь уже несколько лет и она даже не треснула и не потемнела, хотя я мою ее в посудомойке. В такой форме можно готовить не только лангустинов, но и сделать какую-то творожную запеканку, омлет или потушить, запечь мясо в духовке. Форма очень классная, она точно нужна на кухне. Бумага для выпечки тоже must-have о кухне. Я ей пользуюсь тоже уже очень давно и не представляю, как можно готовить без нее. Такая бумага продается не во всех магазинах, она должна быть качественная, с антипригарным покрытием или с силиконовой пропиткой. К этой бумаге ничего не пристает, не пригорают и потом не приходится часами отмывать посуду. И продукты остаются с этой бумаги намного легче. И еще одна очень нужная вещь, которая пригодится в этом рецепте, это силиконовая кисточка. Вообще силиконовой кисточкой мы пользуемся почти каждый день, потому что мы размазываем ей масло на сковородке, размазываем масло в форме для запекания, смазываем ей пирожки во время выпечки, чтобы была румяная корочка и используем ее для того, чтобы нанести маринад в этом рецепте на лангустина, а также там можно нанести на мясо, рыбу, на что хотите. Это очень удобно делать с помощью вот этой силиконовой кисточки. Если вы тоже хотите купить себе такие же предметы, как у меня, о которых я рассказала, форму для запекания, бумагу для выпечки с антипригарным покрытием и незаменимую на кухне силиконовую кисточку, то это можно сделать здесь. Нажимайте на кнопку и попадете на сайт магазина. Теперь берем нашу форму для запекания и прокладываем ее бумагой для выпечки. Затем в форму выкладываем наши прекрасные лангустины и смазываем их маринадом с помощью силиконовой кисточки. Лангустины раскладываем в один ровный ряд, так, чтобы они не перекрывали друг друга и все лангустины приготовились равномерно. Посмотрите, как удобно смазывать лангустины именно силиконовой кисточкой. Ей можно сразу перемешать, намазать и не придется даже пачкать руки. Кстати, чеснок, который остался у нас в маринаде, тоже добавляем к лангустинам. Теперь ставим форму в разогретую до 200 градусов духовку и выпекаем примерно 15-20 минут. Мясо должно остаться мягким, оно не должно переготовиться. Если лангустины передержать, они на вкус станут немного резиновыми, но тоже вкусными. Если вы хотите удивить своих гостей на Новый год, то приготовьте вместо привычной утки или гуся вот это вот прекрасное блюдо. Лангустины на праздничном столе будут выглядеть очень круто, они невероятно вкусные и вашим гостям точно это понравится. Не забудьте написать комментарий, если рецепт вам понравился, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.